Почули! Этот нос не обмануть! Эта девчонка знает все про аромат! Крути! А тут, видимо, какой-то конфликт. И сколько тебе заплатили, что ты так в моем блоге проникаешь этот мантаж в любую матерь? Если он сам так не пахнет, я подарю. Достаточно одного аромата, и ведь правда его достаточно? Мои дорогие, всем привет! Вы на канале Оля Полянская. Меня зовут Полина, я журналист-парфюмерный обозреватель. Сегодня у нас, во-первых, парфюмерный забег, и, во-вторых, встреча с подружкой, с которой мы не общались какое-то время. Мы помирились, вот, так что желаю приятного просмотра и отличного дня! Вот там наш любимый Ребош, а здесь-то мы и встречаемся. Вместо встречи с мутницей. Ну что же у нас сегодня Ребош. Заходим. Угадайте, с кем ли я не одна? Та-дам! Вот, да, мы снова дружим. Можете порадоваться. Собственно, мы идем немножко так расслабить, послушать ароматы. Покажу вам, что нам понравится, комментировать буду за кадром. Да, Анастасия, значит, вернулась в блог с рекомендациями. Хочу заметить, не с пустыми руками. Значит, рекомендует аромат Blue Match. Ой, а он классный! Он очень классный. Я сейчас расскажу, почему. В нем есть табак. Покажи-ка, по кончику. В нем есть табак, лист табака, насколько я помню, смородина. Летом он раскрывается в свежесть, такую приятную, в очень лёгкую, очень приятную. Он не сладкий, но он приятный. А зимой, как мне сказали, зимой я его еще не тестила, само собой. А зимой он как раз вот идет в такую впрямость табачную. И, то есть, он такой универсальный. Мне кажется, он может подойти и на какие-то такие серьезные деловые встречи. И сколько тебе заплатили, что ты так в моем блоге проникаешь этот мандаль Blue Match? Я разошлась. Нет, мне просто он очень понравился. Он тебе понравился. Он, кстати, классный. И, возможно, если, в принципе, не хочется как-то пересластить вечер, то он будет очень... Пересластить вечер. А такие у нас метафоры сегодня, да. Ну, давайте быстро пробежимся по нашим фаворитам. Что мы любим в Монтале? Мы любим Essential Ins. Кстати, я его купила себе. Были скидки в Золотом Яблоке. Я подумала, почему бы и нет. Роуза с маской вообще мой бешеный фаворит. Солнце капли я очень люблю. Ну, Sweet Vanilla мне не зашла. У меня она была. Pure Love нравится на Stens the Sea. Вот. И я ищу твой любимый Intense Cafe. Вот это он. Нет, это Dark Purple. Да, Intense Cafe здесь нет, но он классный. Ари Стретта у меня был, и я его продала. Так. Это еще один новый фаворит. Это такой Pure Gold. Так. Он отличается от моих любимых ароматов, в принципе, потому что он достаточно пудровый. Он такой... Слушай, ну прям чувствуется, что ты наскучала. Наскучала по блогу. Да, да. Ой, классный какой. Это Pure Gold. Он, мне кажется, отходит в какую-то мыльность. Да, чуть-чуть, но это приятное мыльность. И на коже он тоже будет в мыльности отдавать. Но мне он нравится. Вот он послаше, но не приторный. Я еще хотела послушать у табака, но его, по-моему, здесь нет. А, вот Intense Cafe. Нет, я знаю, что такой кирки я тебе на следующий придаю. Я просто говорю... Ооооо, реакшн. Кручь. А тут, видимо, какой-то конфликт произошел. И там Стретан говорит, я знаю, что такое кирки. Я 12 лет придаю ароматы. Интересный реакшн. Ну вот, что я хочу сказать. Мне, мне... Вот я купила Essential Instant, и, в принципе, мой какой-то вот манталевский виш-лист, он закрыт. Но мне еще нравится ваниль Абсолют. Но я быстро устаю от ванильных ароматов. Он классный. Это правда. Это такая бакара. Я про нее писала недавно в телекрам-канале, телекрам-канал Алмаз Поле. В общем-то, это бакара. Но это конфетная бакара. И немножечко, кстати, знаешь, на что похоже? Я вот буквально на днях заметила, похоже на Armani C. Да? Вот чуть-чуть отдает, да. Essential Instant, но он классный. Прям очень мне нравится. Вот этот аромат, он похож на аромат из моего детства. Был такой. И в Сен-Лоран парижанин был. Вот мне даже кажется, там одинаковые ноты. Для меня он не очень нравится. Такой аромат старой школы, на самом деле. Почему на тот, который сейчас в баскидончике, нет теста? Меня уже смущает, что здесь базилик. Или базилик. Значит, он будет такой зеленый. А Pure Love ты все еще хочешь? Да не хочу. Хочешь ли ты все еще нежную любовь? Чистую? Чистую? Pure это разве не нежная? Gentle нежная. А Pure-то чистая. Как говорится, оговорчик по Фрейду. Кому-то чистая любовь, кому-то нежная. Так и живем. Chocolate Gritty, кстати. Он очень такой кондитерский. Вот все-таки. Я его себе брать не стала. Мне нравится. Да? Да. Он притерный, но... Вот мне кажется, если его чуть-чуть не переборщить, он будет очень классно. Ну, зимой прикольно. А попробуй вот ваниль абсолютно. Вот мне кажется, это самая крутая ваниль. Мандали. Она очень похожа на ваниль. Это очень похоже на ваниль. Вот этот вот дом ванили, то, что мы тогда отлили в январе. В Золожай-Абухе. Да, да. Тенз тонко. Я отслеживаю судьбу этого рода в твоей жизни. Он есть, но его не переносит бульпапа. Он задыхается. Я не знаю, почему. Он просто его не переносит. Он не может зайти в квартиру, куда он его слышит. Я не знаю, почему. Он такой, вот эта нота мускус. Я здесь. А значит, аромат Arabians тонко. Я сходила вообще с ума. Мне он очень сильно нравится. Так, сейчас я... О, нашла. Она нашла. Кто ищет, тот всегда найдет. Твоя судьба никогда не пройдет, но у тебя. Это правда. О, он такой. Ну-ка, 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 ну-ка. Как салатик на даче. Вот такой. О, ох. Я не знаю, кто хотел или кто-то, что-то. Я бы не хотела. Ну, может, смотри, какой он сейчас классный. В общем, он интересный. Там какая-то, мне кажется, непримитивная пирамида. Вообще, в Анталии я много раз говорила в блоге, что это очень достойный бренд. И если вы только начинаете свой парфюмерный путь, что произошло? Если вы только начинаете свой парфюмерный путь, правда, присмотритесь. Кстати, вот этот аромат, мне он нравился вроде бы. Он такой приятный. Да, он классный. Так, наносим на кожу. Девочки, новый фаворит. Мне, кстати, начислили бонусы за участие восьмом чувстве от рандома. И может быть взять вот этот фут. Вообще, вот этот вот аромат, он чуть-чуть совсем отдает освежителям. Вот чуть-чуть все-таки есть. Ой, не записали эти пшинки. Вы понимаете вообще, какой из нас пришел разнос. Вот эта блюмача, она классная. Ну, что еще? Я сейчас покажу тебе туфельки от Каролины Эрреры, потому что девочки в блоге у меня в восторге. Уже все их купили. По-моему, у тебя только нет такой туфельки. Так, мы у бренда Байреда. Что я могу тебе сказать? За это время у меня был аромат библиотека. Мне его продала. У меня был аромат Mixed Emotions. Я его пропала. Потому что это абсолютно казались не мой аромат. У меня остался Gypsy Water. И я им вообще не пользуюсь практически. У меня есть тестер. Вот этот Rose of No Man's Land. Он хорош. Я чуть-чуть его себе не взяла. Мне очень нравится Африканский Бау. Вот этот вот потрясающий. Он мне очень нравится. Я его распробовала тоже в тестере. Он вообще... Он какой-то невероятный. Симпатичный. Он непритерный. Несмотря на то, что я люблю сладкие ароматы, я всегда опасаюсь, что они задушат и меня, и окружающим. Поэтому я всегда стремлюсь в что-то нейтральное. При этом приятно, чтобы это хотелось. А ты знаешь, что вот этот аромат так пахло в Майсима Дути? Очень худый. Да. Вот мне интересно, вспомнишь, что ли, да? Мне кажется, да. 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 Такой вот запах Майсима Дути. Я очень часто хочу взять себе бланш. Я понимаю, что я не буду им пользоваться, но мне просто хочется вот такое что-то. Вот. Это молекулы у нас здесь. Уэй, помнишь, мы с тобой хотели... Я хотела кассиопию. Вот, кстати, есть настроение сейчас послушать все вот эти ароматы, потому что я знаю, что здесь есть реально очень крутые. Например, капут. Вот эти вот очень хвалят. Или красный, если вот это роза помпея. Да, вот этот очень хвалят. Кстати, какая-то зодиакальная линейка есть. Вот этот аромат я, честно, несла на шею. Очень хочу. Уже где-то год. Кассиопия от Дизиана Трэнзи. Новая рекомендация от Анастасии, да. Этот бренд мне рассказали, мы рассказали в магазине на обходке. Он не популярный. Он не какой-то супер-пупер-вау. Это я не хочу сказать, что вообще вершина всего. Но у них есть ароматы. Правда, я не помню, какие. Что-то было классное с розой и с лавандой. А, вот, собственно, лаванды. У меня был прям вот клин на какой-нибудь аромат с розой и с лавандой. Угу. Он очень даже достойный. Он свежий. При этом не травяной. Он достаточно сладкий. С сладкий и свежий просто. И вот этот вот с розой. Я очень искала прям аромат с розой. В итоге я себе взяла лучший форм. Опа! Я видела на твоей программе. Да. Какой. Ну, он мне меньше понравился, чем лаванды. Лаванды, да, интересные. И, по-моему, по-моему, если мне не изменяет память, вот этот мёд мне понравился. Он мёдом пахнет. Он прям пахнет. Ой, прям медовый. Он прям пахнет мёдом. Он прям пахнет мёдом. Я, кстати, не уверена, что там есть ноты мёда. Или вообще, если есть, она такая в природе. Я не думаю, что он туда есть. Да. Я не видела просто ещё. И вот этот вот, ММ. 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 Мой мужчина. Оу. По-моему, это не то. Какой-то вообще непонятный. Непонятный. Нет, это тоже не то. Ну, в общем, у них есть выборочно. Вот этот, например, вообще хрень полнейшая, если честно. Не надо. Какая-нибудь реклама. Только прям кофе. Кстати. Ну-ка. О, он сложно выглядит и звучит. Ой, похоже на Сантал от Лилабо, который ты мне тогда выпила. Который, кстати, я обожаю, когда мне пользуются. Когда выпила, просто подружка Лилабо. Ну так себе. Ну, вообще, вот как тебе флаконы? Мне они очень, кстати, нравятся. Мне нравится цвет. Я люблю сиреневый цвет. Вот эти вот классные. Они классные. Вот эта штучка сзади такая. Она прикольная. Это тоже, что... А, Молинард. Я знаю этот бренд. А, да? Да. Вовремя же ты. Да, я знаю этот бренд. Он вроде по-французски, насколько я помню. Мне, кстати, нравится нота инжира. Вот такой. Я не приемлю ноту инжира в арабата. Это так. Ваниль почули. Опа, наша остановочка. Так, ну что это? Yes. Yes. Exact. Yes. Класс. Кстати, я тоже продала. Вот тоже самое. Ваниль. Да, просто ваниль. Да, просто ванилька. Сейчас я быстро скажу, что вот этот аромат... Вот я нанесла эту гусиопию на шею, и, честно говоря, звучит точно так же, как кирки спустя несколько часов. Вот кирки я тоже не переношу, я задыхаюсь. Типа это почули. Почули. Этот нос не обмануть. Эта девчонка знает все про ароматы. Так, девочки, мальчики, вы знаете, от чего я вообще балдею, от чего я схожу с ума. Кстати, Линтерди тоже нашла. Линтерди, он замечательный. Я дарила этот парфюм. Мне нравится черный, и мне нравится красный. Давай, пожалуйста, послушаем, повизуализируем чуть-чуть. Ой, боже мой, боже мой, Диор, вот эта реклама, вот этот аромат. Если он сам так не пахнет, я подарю. Я его запшит, я его оплалну. Да, так и есть. От такого перенапряжения в воздухе даже камера не сразу включилась. В общем, Диор Суваж, это, на мой взгляд, самый крутой мужской аромат. А вот этот мисс Диор, его Анастасия уже послушала за кадром, он у нас у обеих есть, и это потрясающе. Это просто восторг именно с таким крепичным бантиком. Присмотритесь. Насчет Вильгельма. Я себе пообещала больше не тратиться на этот бренд, потому что мне он не подходит. У меня было много ароматов, в итоге я все раздарила, продала. Начинается вот это, ой, опять я захочу, опять. Ой, ну он классный. Он правда классный. Ну он классный, да. Но бренд вот не моё. Хотя тут есть, казалось бы, аромат Диаполи, и это классно, да. Но нет, нет, не моё. А поэт определенно подарила. Манго с кем подарила. Чикаго Хай классный, но мне не очень нравится. Так, Рум Сервис, это вообще мой парфюмерный кошмар. Морнинг Чесс продала. А Пазелика Фелли не подарила. Ну такие вот самые популярные. Вот этот мне понравился, не беспокоить. Но там вроде бы разные выпуски есть, и вот какой попадётся. Бодик Пайм продала. Вот, как-то так. Хотя сам бренд, вот чисто визуально, мне очень нравится. И вот я уже показала Анастасии Блок Афгана. Это просто моё парфюмерное я. Обожаю. Это надо записывать отдельным кадром. Просто я уже какой-то амбассадор этих ароматов. Значит, моя самая любимая градиентная и блестящая. Сейчас послушаем всё. Классическая похожа на Роллин и Лав Киллин. Тюбик. Тюбик. Флакон. Флакон классный. Но сам аромат, вот простите, максимально попсовый. Всё-таки. Уж насколько вот эта, кстати, розовая туфелька классная. Её Анастасия нашла. Я раньше не пробовала. Красная, к сожалению, пуста. Я хотела потестить, потому что там вишня. Розовая блестящая. Она, мне кажется, не понравилась. А про классику я вам рассказывала. Это Клон, Роллинг и Лав. И вот эти два моих гварита. Все классные. Но я бы не хотела, чтобы мой парень таким пользовался. Ты бы хотела? Ну, какой-то из них... Ну, и Бэд Бо. Ну, и Бэд Бо. Кстати, вот эти. Какой-то из них очень классный. Не этот, по-моему. Матовый. Давай послушаем. Матовый. Матовый, кстати. Матовый классный. It's so good to be bad. Нет, это не он. Нет, это тоже. Ой! Очень, очень резко. Ой, очень странный. Странный аромат. Не знаю. Мне честный, визуально не особо нравится. Вот как многим не нравятся эти туфельки, мне не очень нравится вот эта молния. Просто потому, что я бы хотела, чтобы мой молодой человек, пах, дёрз, у вас. Она не оставляла выбора. Она была такой... Она знала, что не нравится. Она была парфюмерным обозревателем. Печеньем пахнет. Печеньем, правда, печеньем. Это очень странная новинка. Extreme. Bad Boy Extreme. Я бы не хотела, чтобы, по-моему, молодой человек пах печеньем. Чтобы вы понимали, я даже перешла только что на шепот. Самый классический. Вот этот. Бакарабану One Meeting. Я его услышала на Андрюше. И это восторг. Moschino снимают вот эти все ароматы. Снимают всех медведей. Я, кстати, хотела послушать той бой. И им пользуются некоторые женщины. Да. Ну, и выглядит, кстати, круто. И вот эти вот все ароматы снимают. Их больше не будет. Я думала себе взять Fanny. Moschino Fanny. Но все-таки я понимаю, что я не буду этим пользоваться. Вот. А черного медведя сейчас послушаем. Мы послушали все ароматы. Narcissor и Trigis. Хотя я этот бренд не очень люблю. И самый классный оказался вот этот вот. Мне какой-то из них не нравился. Очень классный. Прикольный вот этот маск Invisible. На коже надо. Джульетту надо слушать на коже. Она присела. Она была готова. Ну, на служитель похоже. Ой, да. Вот я не очень все-таки люблю бренд Джульетта Казакан. Вот аромат. Да, мне нравится. Но остальные как-то вот. Как-то не то. Эта молекула вообще ничем на мне не пахнет. Вот вообще ничем. Хотя классическая вот та сэндвик. Она пахнет. И очень стойко. У меня спрашивали про бренд Космарати. Тоже я его не очень люблю. Наверное, самый классный аромат. Это вот этот вот букет. У меня была Лира. Я ее продала даму Бьянку. Я не могу на себя понять. И красивая айва вот в этом аромате. Я не помню, как он называется. А, Dolce Amal. Классный. Может быть, даже я бы его себе взяла. Но все равно это не первостепенный мой. Какая-то моя хотелка. И не первый пункт в виш-листе. Да, это вот такая эфирная коллекция. У Clorans очень классный. Это масло с лавандой. Я вам его уже показывала. И новые вот эти блески. Я у меня даже забываю один. Классный. Прикольный, кстати, вот эта линейка Аквали Гори у Герлен. Сейчас вот этот аромат послушаю. Это вообще пахнет апельсином мандарином. Прям мандариновое эфирное масло. Прикольные такие. Позитивные ароматы. Вот этот аромат мне понравился. Роза-роса. Вот. Прикольный. Подошли мы, значит, опять к стенду Монталь. И вдруг, абсолютно случайно, Анастасия увидела новый бренд. Как он называется? Я не знаю. Видимо, New Notes. И здесь есть аромат. Вот этот вот с вишней. Мне немножко это напоминает Байреда. Скажи, вот шрифт, что ли, такое же. Прочу, чисто вот внешне почему-то мне напоминает Байреда. И вот этот аромат я его уже нанесла. Он просто сумасшедший. Очень классный. Вот такой вот. Короче, латый с вишней. Вот. И коробочка, кстати, прикольная. Думаю, сейчас на шею нанесу. Значит, вишня здесь сиропная. И я слышу еще что-то очень сладкое. И вот честно, меня смущает эта композиция вся в мистике. Как будто это пахнет леденцами вишневыми. И плюс еще вот что-то, что меня смущает. Возможно, это ваниль. Или что это может быть? Я не знаю, какая-то кофейная пенка. В общем, не знаю, странный аромат. Аромат странный. Все-таки Монталь – это такая уже выверенная классика. Я бы даже так сказала. И вот этот аромат достаточно приятный. Вот только что за кадром, как всегда, пришла гениальная мысль, когда я решила все-таки нанести напоследок Роуза с маской. Ну, перед выходом уже из магазина. Чтобы от меня точно пахло чем-то приятным. И вдруг Анастасия говорит. Вот как будто, да, достаточно одного аромата. И ведь правда его достаточно. То есть этот Роуза с маской мне нравится круглый год. Он мне нравится летом, зимой, весной. Мне он нравится утром, мне он нравится вечером. Он в стоке. Он реально под любую ситуацию, под любое настроение. Вот Монталь Роуза с маской, мой самый любимый. Еще есть, кстати, Роуза с эликсиром. Он максимально похож на Роузу с маской. Но я больше люблю Роузу с маской. Вот. Это прям... И еще есть кристальные цветы, да. Кристалл Фауэрс. И вот он тоже похож на Роузу с маской. Но Роузу с маской это мой самый любимый аромат в принципе в коллекции. Ой, я его обожаю. Нанесла еще на кожу Pure Love, чтобы получше с ним познакомиться. И сейчас попробую еще тоже на кожу нанести Pure Love. Вот это какие-то очень популярные расчески. Напишите, если у вас такие есть. Вот этот цвет мне понравился. Такой прикольный лавандовый и фиолетово-лавандовый. Классные. Мне интересно, что там по нотам. Подошли в итоге к бренду Toe's. Оказывается, у этого бренда это ювелирный. Вообще бренд есть аромат. Даже есть какие-то маленькие. Вот этот черный медведь. Он прикольный. Но он прям максимально простой. Ну что, мы готовы. Так, орешки, грейпфрут, пионы, гелиотроп, черная орхидея, ваниль, ветивер, сандал. Грейпфрут чувствуется очень-очень ярко. Вообще прикольный. Он прикольный. Он даже как будто бы яблоко намного отдает. Ну то есть он прям такой. Вообще это очень приятно. Да, это правда. И цена на него очень даже, кстати, классная. Между прочим. И маленький есть. А посмотри, пожалуйста, этот маленький. Это сколько? 15, что ли? 15. Послушали черного медведя. Плюс у меня есть у Настюхи розовый. Плюс я слушала белого. Что я могу сказать? Белый медведь. Это клон импертридца Тольча Кабана. И как будто капнули немножко бланш еще. Да, Байреда. Черный я вообще не поняла. Обычная какая-то мужская водица. Почему его некоторые девушки берут? Я не понимаю. И розовый, это аромат. Жвачки его даже здесь нет. Ну, у меня и Настюха и не пользуются. Ну что же, я уже дома. И надеюсь, влог вам понравился. Он получился классный, живой. Максимально искренне. Я еще по пути забежала и сняла реснички. Так что завтра попробую наконец-то подводку от Тома. Я купила на скидку яблоки подводку Тома Форд. Еще бальцам его взяла. Тушку пила. Честно, я очень рада. Я очень рада, потому что я на самом деле за натуральность. Вот у меня очки. И устала, знаете, устала. Похожу так.